Утренняя тренировка по самбу в 22 школе. Кто-то борется, кто-то, как всегда, делает вид, что борется. Среди тех, кто на ковре, недавно появился и новоиспеченный чемпион Европы по грэплингу. Ксения Скорга, как всегда, скромна и для нас привычно в кимоно. Она поехала в Сербию в ранге чемпионки России, а приехала уже чемпионом Европы. Ну, было, конечно, сложновато. Там уже были такие были девчонки, которые занимаются только этим видом спорта. То есть, в основном, грэплинг у них. В партере хорошо борются. Первая была девчонка украинка, вторая была полячка. Но полячка в финале была сильная. В партере прям вообще мы с ней прям тык-притык шли. И в конце я уже, получается, в конце встречи буквально балл отыграла и выиграла. Вообще-то, Ксюша – базовый дзюдоист и самбист, а грэплингом увлеклась параллельно. Тренер Константин Гелбахиани предложил попробовать. Оказалось, очень интересно. Получилось не сразу, но сейчас этот новый вид спорта ей уже понятен. Ну, да, вот на прошлой России я боролась, ну, я считаю, что хуже намного, потому что я не привык, как бы. Для меня было все как неудобно. А вот в этой уже России, на этой и на чемпионате Европы уже было более удобнее, намного удобнее, чем в прошлом году. Но я думаю, что я поняла. В Старом Осколе грэплинг практически не развивается, однако во всем мире он сейчас очень популярен. Звезды смешанных единоборств активно его практикуют, осознав его эффективность. Очень сильно развивается. Если мы, например, в том году, как бы, не так много участников было. В этом году уже, как бы, я говорю, что и корейцы, и американцы на мире, и, как бы, ну, потихонечку набирают обороты. В зале Ксюша пользуется большим авторитетом, но она абсолютно незаносчива. Звезд с неба не хватает, пашет больше других и является примером для многих. Ну, она усердная очень. Тренируется хорошо. Ее тренировки вообще не заставляют. Она сама для себя все делает. Ну, вот лично она у нас взрослее, поэтому как пример для нас служит. Теперь впереди чемпионат мира, где будет возможность выиграть этот турнир и заработать звание мастера спорта международного класса. Ведь в конечном итоге главное – победа, а не участие. Продолжение следует...